Терминал или торговый центр. Решение суда о законности возведения многоэтажного пассажирского павильона у морского речного вокзала будет вынесено в течение 10 дней. Напомним, прокуратура обжаловала распоряжение мэрии о выделении земли под строительство. Городские власти, в свою очередь, готовы отстаивать свою позицию. Проект вызвал бурное обсуждение, тем более, что это не первое спорное решение о застройке в центре города. Тему продолжит Ирина Андреянова. Внешне это будет похоже на вокзал европейского города. По крайней мере, таков замысел организаторов. Предполагается, что на площади перед морским вокзалом появится современный терминал со специальными заездными карманами для общественного транспорта, большим залом ожидания, камерой хранения, магазинами и кафе. Терминал сможет обслуживать и пригородные речные перевозки. Однако этот проект уже был немало раскритикован и в первую очередь предпринимателями, которые сегодня работают на площади перед вокзалом. Договор аренды мэрия с ними расторгла в одностороннем порядке. Сегодня здесь работает 12 представителей малого бизнеса, которые ежегодно платят в областную казну порядка миллиона рублей аренды. И сегодня они готовы за свои средства переоборудовать все торговые павильоны по самым современным стандартам. С этим предложением бизнесмены не раз обращались с городским властям, но обратной связи не было. Мы готовы бы их поменять на новые современные павильоны с навесами для пассажиров, чтобы можно было как-то сразу же заходить в автобус. Несколько раз обращались в мэрию с данным предложением, что давайте мы сделаем как в Москве, как в других городах. Но нам было отказано. Без работы могут остаться десятки человек. Кроме этого, уменьшение точек розничной торговли дает возможность поднимать цены крупным продавцам. У нас будет повышаться цена на продукцию, а это плохо скажется на экономике. И вообще я считаю, что чиновники должны регулировать экономику, а не пускать ее в свободное плавание, где сильнее съедает слабого. Правильно? У нас зеленый свет сейчас дается крупным игрокам на рынке, а малый бизнес идет под откос. С февраля земля перед морским вокзалом в аренде у застройщиков. Это компания «Автокапитал» и «Комтранс». Закон позволяет проводить подобные распределения территорий без публичных слушаний. Непубличность, келейность принятия такого решения приводит и привела к той конфликтной ситуации, которая сегодня образовалась. Мы сегодня разбираемся с документами, разбираемся с правовой основой принятия такого решения. Ну и, естественно, слыша те доводы от предпринимателей, конечно, мы должны защитить их права. По мнению главного архитектора области Дмитрия Яскорского, возведение подобных объектов должно быть предусмотрено схемой территориального планирования. Строительство объектов вне этой схемы – фактически нарушение закона. Вот территория, так сказать, морского речного вокзала. Мы видим здесь нарисованы элементы плоскостного благоустройства, но никакого нового капитального строительства и новых, так сказать, зданий, сооружений, таких вот, которые в проекте планировки обязаны быть, их здесь нет. В городской администрации считают, ларьки нужно убирать с площади. И не только потому, что они мешают возведению терминала. Павильоны уже морально устарели и портят облик города. Если это была когда-то задача начала 90-х и нулевых годов – урегулировать вопросы обеспечения населения тем или иными либо продуктами питания, либо сопутствующими товарами, какими-то необходимыми, которые имели возможность продаваться в этих павильонах, то я думаю, что сейчас существуют достаточно более цивилизованные способы торговли и оказания услуг. Вместе с терминалом в здании планируется и большой торговый центр, которому, кстати, потребуется порядка 150 парковочных мест. При общей площади в 5,5 тысяч квадратных метров под непосредственно транспортный терминал выделяет лишь одну пятую часть. Сколько останется под торговые площади, посчитать несложно. Законность возведения терминала решили проверить в прокуратуре. Есть и нарушение гражданинского законодательства в той части, что наши документы городские по гражданинскому планированию не предусматривают строительство этого объекта. Второе – это нарушение санитарных норм и правил. Тот объект, который планировалось построить, он по санитарным нормам должен предусматривать 300-метровую санитарную зону вокруг этого объекта, в который ни в коем случае не должны входить детские учреждения, зоны отдыха, жилые помещения. Возможно, архитектурный спор могло бы уладить народное голосование. Такая форма обсуждения используется в европейских странах. Окончательное решение о застройке примет суд. Ирина Андреянова, Максим Апарин, Сергей Киреевский и Александр Кузнецов. Новости 24. Архангельск.